Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такой вот фикс от Айдарова Ленурова. Он его сделал по моему заказу. И я вам признаюсь, что я ожидал этого ножа прям сильно-сильно. Потому что последние полгода наблюдаю у себя тягу к каким-то ковбойским ножам. И этот нож, я думаю, по воду нужен, вы понимаете, что это тоже такой... Вот такой вот... Вот такая бордажная сабля, такой боуи. Кто-то, может быть, здесь углядит, как он, Cold Steel Recon Scout. А кто-то, нож, собственно, который был взят за основу, это Falknivin NL3. Для тех, кто сейчас сразу кинется писать, что это холодное оружие, я вас расстрою. Нет, это не холодное оружие, потому что он не заточен, у него круглый кончик. Сведение здесь в 0.3. Поэтому это пока макет. На тот случай, когда мне приспичит его заточить и использовать, помимо вот этих ножен, Айдар сделал вот такие ножны весодного типа и изготовил законный больстер. Конструкция этого ножа разборная. Вот здесь у нас есть вот такой винт, которого вот так не видно. Плюс Айдар изготовил ключ, который может открутить данный винт. Сам ключ сделан из остатков стали S60V через титановый баллистерок с рукояткой, ну, с ручкой из стабилизированного дерева, которое Айдар сам стабилизирует. Поэтому, когда мне приспичит пользоваться ножом и заточить его, поскольку у меня нету лицензии, я сниму, буду использовать другие ножны, буду использовать его без гарды, с обычным больстером. Ну, я думаю, это не так интересно. Вот эти ножны парадные, полочные, красивые. Присутствует вот такое вот тиснение или как это, штампы. Ну, вот. В общем, очень все красиво, хорошо все прошито. Пистолетная застежка, здесь жесткий подвес. Такие вот ножны. Ну, и, собственно, сам нож. Нож клиноковый изготовлен из стали PGK. Это аналог стали Cruver, Zever от ZEP. Знаете, интересный момент. ZEP сравнивают с 3V, при том, что он реально очень близко по химии к PGK. А вот почему-то, если его сравнивать с Cruver, то там больше сравнивают с M2, только в порошковом ее эквиваленте. Либо с PD1 Micro Melt. Ну, в общем, клевая порошковая железка, которая хорошо подходит. Она ржавеет. У нее всего 8,5% хрома. Там 1,15% углерода. Ну, в общем, такая рабочая порошковая углеродка. За основу, как я уже говорил, был взят нож NL-3. И Айдар первый раз делал линзу. А здесь именно линза, о чем я его просил, почему он ее делал на руках. Именно поэтому, поскольку это первый опыт, и не было еще оснащения, то если посмотреть внимательно, вот здесь в центральной части видны следы от гриндера, который не удалось сбить, даже нож сначала, когда был на грубой от слесарин, его сначала пескоструили, потом блоквошили, стоунвошили и снова блоквошили. Несмотря на это, в центре можно разглядеть под определенным углом следы от грубой ленты, потому что, ну вот, первый раз он ее делал, по моей просьбе, у него все вышло супер, в обухе 5,6 мм, сводится это все в 0,3, что это еще и линза выпуклая, что когда я его заточу, опять же попрошу Сашу, деду Мазда, это сделать, рез будет просто чумовой. Вес ножа 256 грамм, стабилизированное дерево, даже вот эти вот все цвета, они соблюдены так, как на оригинале. Единственное, не было красной G10, заменили на оранжевую. Все остальное, то же самое, за исключением, что на NL3 везде была кожа. Здесь заменили на стабильное дерево, которое, опять же, Айдар сам истабилит. Это кап, я вот, к сожалению, ребят, на память не вспомню, что, а на глаз я с деревом не очень дружу, я не угадаю. Вот, поэтому говорить, что это, я не буду, поскольку точно не могу сказать. Титан, титан, разборное, разобрали, все это собрано на штифтах, здесь стоит штифт, чтобы не прокручивался сам этот, самонавершие, да, что ты не перепутаешь, какой его стороной ставить. Все очень продумано. На самом деле, Айдар первый раз делал такую работу, сказал, что больше такую делать не будет, это эксклюзив. Ему было интересно сам подход к этому всему и все остальное, но больше сказал, не будет делать. Я рад, что у меня есть эксклюзивчик, на самом деле. Ну и сам нож, он не является чем-то таким гигантским, да, вот, может быть, видели, у меня был обзор на мистер Блейд протектор, да, я вот товарищ его своего брал, там такая дура 175 клин, против здесь клин 158, ну и если мерить вот реально вот от заточенной части, да, которую можно заточить и полезно использовать, то 140 миллиметров, им вполне можно работать. Вот он сейчас там не заточен, ничего, я вот примерно представляю, что им можно делать, да, какие задачи, повертел, покрутил, там что строгать будет удобно, вполне все здорово. Единственное, когда, опять же, мне приспичит его заточить, попрошу, опять же, Сашу Деда Маздая, мне нужно будет поменять Больстер. Нож, конечно, в своем внешнем виде потеряет, но того требует закон. Давайте посмотрим на подгонку этой разборной конструкции. Значит, на Титане у нас везде апельсиновая корка, корка и корка. В общем, вот вы видите, есть такие вот пятна, это, скажем, ножка-то ко мне приехал, железка, поскольку она все-таки углеродистая, да, и она подвержена коррозии, то вот как раз по этой причине на нем появились следы питинга, и я решил пройтись по нему флицам, он стал чуть светлее, вот, и при всем при этом брать следа, следы следа, вот, сказал же, следы питинга. Мне это все удалось, но он стал чуть посветлее. Вот, ну, для меня не проблема, потому что я все-таки надеюсь, что я его когда-то заточу и буду им пользоваться. Вот, поэтому он не заточен, я каких-то вставок, где им что-то делаю, сделать не смогу, а вот сравнение вполне с другими ножами. Давайте посмотрим. Подводя итоги, могу сказать, что я крайне доволен приобретением. Ссылки на Айдара я оставлю в подписи. Очень мне нравятся его работы, и мне очень нравится, что он легко берется за то, что никогда не делал, не боясь там испортить каких-то материалов или еще что-то. Он же мне, опять же, безусловно, предлагал гораздо более премиумное исполнение, не сильно отличающее по цене, но вот мне захотелось именно вот в таком исполнении. Я вот, ну, крайне доволен, прям супер. Я, конечно, не Альдорейн из Бесславных ублюдков Квентина Тарантино, но вот нечто похожее у меня теперь есть. На этом, наверное, и все. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо.